В региональном правительстве в формате селекторного совещания состоялось заседание комиссии по предупреждению и обеспечению пожарной безопасности в Тверской области. Также была рассмотрена паводковая ситуация Верхней Волжьи. Участие в заседании принял губернатор Игорь Руденя, руководители региональных министерств, ведомств и федеральных структур. Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодия в регионе началась заблаговременно. В начале февраля был утвержден комплексный план мероприятий по данному направлению. Так, для мониторинга паводковой ситуации действует 20 гидрологических постов на водных объектах в тех районах, где существует наибольший риск подтопления населенных пунктов. Также в регионе организованы взаимодействия по обмену данными с граничащими регионами, чтобы своевременно регулировать режим работы водохранилищ. Во время заседания губернатор обозначил ключевые задачи перед главами 11 муниципалитетов, где существует риск подтопления. Первое, это обеспечить работу системы оповещения и эвакуации нашего населения, организовать своевременное информирование населения при изменении обстановки с уровнем водных объектов. Вторая задача, это не допустить разрушения дорожного полотна инженерных сооружений. Для нашей эффективной работы по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодия и оперативному регулированию уровня воды в водоемах Тверской области будет практически полностью зависеть от того, как мы с вами пройдем и весеннее половодие, и пожароопасную обстановку в течение уже летнего периода. Добавим, что сейчас во всех муниципалитетах под контролем регионального управления МЧС проходят смотры сил и средств. Предполагается, что в состав группировки, которая при необходимости будет работать в местах подтоплений, будет включено почти 9 тысяч человек, более 3,5 тысяч единиц техники, плавсредства и летательные аппараты. Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.